Меня зовут Александр Денисов, я тимлид команды iOS браузера. Разработкой под iOS занимаюсь 7 лет, и с 2013 года я делаю браузер в Яндексе. Я воспользуюсь этой возможностью для того, чтобы передать привет моей замечательной команде. Ребята, вы самые лучшие! А мы же с вами поговорим про то, что же такое у нас мобильность в iOS-разработке. Итак, мобильность. Где-то на подкорке у нас, наверное, есть понимание, что мобильные приложения чем-то отличаются от традиционных десктопных. Они могут отличаться сценариями, то есть быть какими-то мимолетными или наоборот каким-то залипаловым. Они могут отличаться из-за того, что как минимум экран телефона заметно меньше, чем размер экрана вашего лаптопа. Они могут отличаться чем-то другим. Но в чем они, все мобильные приложения сходятся? В том, что когда мы их делаем для вас, для пользователей, мы стараемся не просто, чтобы приложение как можно лучше выполнило свою задачу, а чтобы вам нравилось его использовать. То есть они вызывают эмоции. И важно, что подход к разработке таких приложений должен тоже отличаться от традиционного подхода. Мы считаем, что вот эти отличия в первую очередь заключаются в большей гибкости, в большей скорости. Вы должны следить за трендами, стараться быть где-то на гребне волны, может быть, где-то опережать эти тренды, и если повезет, то создавать их. Я буду рассказывать о тех техниках, которые нам помогут, и иллюстрировать это с помощью двух приложений. Первое — это то, которое я знаю как свои пять пальцев, это Яндекс.Браузер. Если брать только часть iOS-кода, платформенный код наш, то это полтора миллиона строк. Если взять все платформы, все ядро, все то, что сделали ребята для большого браузера, десктопного, для андроида, то это больше, чем 23 миллиона строчек кода. Второй проект — это Яндекс, то приложение, о котором рассказывал Рома, которое он делает. Сейчас там что-то около четверти миллиона строк, но, конечно же, с каждым днем ребята предпринимают усилия для того, чтобы их стало больше, так же, как и фич. Вот, в чем эти проекты очень похожи? У них небольшие команды, что-то около 10 человек. Ну, вы мне скажете, нифига себе небольшие, да? Но, смотрите, вот если взять вот этот Яндекс.Браузер, то количество людей, которые делают, например, Android, заметно больше, чем количество людей в iOS-команде. Если взять количество людей, которые делают десктопные — Mac, Windows, Linux — то их еще больше значительно. А мы маленькие. И это существенно. Вот, еще чуть-чуть задержусь. Расскажу вам сразу немножечко про внутреннее устройство браузера, чтобы вам было понятнее, когда я вам буду иллюстрировать те техники с помощью примеров. Вот у нас на данной картинке есть часть, которую мы называем ядром, и часть, которую называем платформенным кодом. Платформенный полностью написан на языках Objective-C и Swift с недавнего времени. Ядро — это, в первую очередь, тот Chromium, который мы взяли за основу, и который используется на всех наших платформах. Там преимущественно плюсовый код. Так вот, чтобы мы не варились в Objective-C++, как, например, сделали Google в своем Chrome для iOS, мы решили сделать адаптеры прослойки и обернуть весь тот плюсовый код, который нам нужен. И можем писать только на Objective-C. Ну и, соответственно, с WICT. Вот, с этим мы закончили. Давайте же перейдем к интересному вопросу. Чем у нас отличаются большие и маленькие команды? Если у вас большая команда. В принципе, это очень круто. Вы можете брать в разработку фичи абсолютно любой сложности. Ну только представьте, вот вы захотели суперпроект какой-то реализовать, придумали, о, наверное, пользователям будет круто, если там будет суперискусственный интеллект и, не знаю, любой полет фантазии. Вы можете это реализовать, у вас хватит сил. Вы можете быть в этом уверены. Даже если вы делаете что-то такое, что еще никто не делал, и вы не уверены, полетит ли это в принципе, вы можете экспериментировать, провести А-Б-тесты, попробовать разные варианты на ваших пользователях, которые лучше всего знают, что им нравится. И еще одна немаловажная деталь. В какой-то момент из-за того, что вас много, и вы генерируете много кода, с ним становится сложно работать. Банально X-код перестает переваривать ваш проект, что-то начинает падать, медленно компилироваться и так далее. Вы можете просто взять и написать для себя свои инструменты. Например, если брать компанию Google, ребята, пока делали Chromium, перешли полностью на свою систему сборки. Они собирают с помощью Ninja, имеют варианты проектных файлов в виде, раньше это были гип, сейчас ген файлов, отдельная структура, которая решает часть задач, связанных и со скоростью работы, и с количеством конфликтов и так далее и тому подобное. То есть полностью своя вообще система сборки. Есть недостатки. Первое относится к релизным циклам. Когда вы большие, вы стараетесь придумать, что у нас так много, у нас будет много фич. Ну, наверное, слишком часто релизы делать будет не круто, мы зато большие релизы. И оказывается, что вот эти много фич очень плохо влезают в эти большие релизы. Обязательно найдется пара десятков, которые еще не успели, а очень хотели выйти в этом месяце, а не через полгода, например. Ну и все, начинают съезжать сроки, паника и так далее. АБ-тесты, о которых я говорил, они становятся сложными. Они иногда затягиваются на полгода просто для того, чтобы принять решение, а что же пользователю в итоге-то понравилось. Непонятно. Ну, то есть реально бывает, что есть несколько вариантов, которые отличаются между собой на уровне статистической погрешности. Что делать? То есть либо мы принимаем решение сами, рубим с плеча, тогда, собственно, вопрос, а зачем мы вообще делали эксперимент, ребят? Либо мы делаем какую-нибудь настройку, которую пользователь все равно никогда не найдет. Никто не пользуется настройками. И есть одна проблема важная, опять пересекается с тем, что мы делаем собственный инструментарий, когда много кода, им реально сложно управлять. Он начинает быть нестабильным, у вас появляются какие-то баги. Он начинает быть нестабильным, у вас падают тесты. Вы придумываете какие-то отдельные регламенты системы сборки, системы контроля этих системок сборок и так далее и тому подобное. Появляются иерархии команд, у каждой к своей зоне ответственности. И в какой-то момент возникает ситуация совершенно дурацкая, когда половину того времени, которое вы тратите на разработку, вы тратите на то, чтобы решение откуда-нибудь из одного места попало в другое место вашей компании в этой всей иерархии. Чтобы там, если ты запросил какой-нибудь ресурс у дизайнера, ты должен запросить у менеджера, ты должен запросить у менеджера, у еще у менеджера, у еще у дизайнера и так далее. Через неделю что-нибудь до вас дойдет. Ну как бы глупо. Такое бывает. Если вы маленькие, вы должны быть быстрыми, смартовыми и стараться не наступать на те грабли, на которые наступают вот эти большие команды. Нам поможет в этом принцип Паретта. Кто знает, что это такое? Очень много рук, я рад, что вы знаете. Но я еще рад, что есть люди, которые не подняли рук, потому что я люблю про это рассказывать. Смотрите, это такой принцип, он не столько научный, сколько эмпирический. Просто кто-то посмотрел и прикинул, что так оно и есть. То есть вы тратите на то, чтобы реализовать 80% результата, всего лишь 20% усилий. И наоборот. Для того, чтобы доделать все до конца, доделать вот эти несчастные 20%, вам надо потратить 80% усилий. Это может показаться неочевидным, вы мне не поверите, но попробуйте вспомнить тот самый момент, когда вы сказали своему менеджеру, что я уже почти доделал. Он сказал, окей, вот этот релиз, сейчас мы уедем. И оп, релиз где-нибудь на месяц, например, задержался, потому что почти доделал, ну, в общем, как обычно. Старайтесь упрощать. Старайтесь не делать сразу все. Делайте то основное, что нужно вашему пользователю, чтобы ваша фича была крутой. Дополнительные всякие рюшечки, какие-то сложные кейсы, они придут потом, если фича действительно востребована, и если это нужно. Вы можете начать с малого. Потихоньку продвигаться, иметь в каждый момент времени какой-то законченный продукт, но не обязательно с абсолютно полной функциональностью. И если, например, ну вот есть какая-то неуверенность в том, какой же вариант выбрать, можно немножко схитрить. Например, у нас есть команда Android, которая больше нас, которая чаще экспериментирует, проводит какие-то варианты. Мы можем просто взять эту фичу в разработку чуть попозже, посмотреть, что они в итоге сделали, что полетело, и реализовать именно это. Точно так же вы можете, будучи маленькими, посмотреть, что сделали большие ребята из Фейсбука или Гугла. Вы не знаете, сколько тысяч они мини-вариантов перепробовали, но вы знаете, что такой вариант, который они выбрали, точно работает. Окей. Почему бы вы не взять его? При этом, когда вы что-то урезаете и чем-то жертвуете, имейте в виду, что есть какие-то ключевые вещи, от которых нельзя отказываться. Например, вот для нас крайне важно качество наших приложений, чтобы они не крэшились у пользователей, чтобы не было как больше багов, и мы этим не жертвуем. Опять-таки, если ваш процесс разработки предполагает, что у вас есть код-ревью, юнит-тесты, грамотная работа с архитектурой для того, чтобы код был достаточно чистым и с ним было удобно работать, то не стоит этим жертвовать. Немного выиграв в краткосрочной перспективе, скорее всего, вы отстрелите все ноги в долгосрочную. То есть это вас догонит потом весь этот технический долг. Ну и давайте же рассмотрим поподробнее, как именно мы можем ускориться, в чем состоят эти техники. Первое — это сокращение релизного цикла. Если вы будете часто выпускать в Store ваш продукт, то у вас не возникнет такой проблемы, когда вы со своей фичой пытаетесь влезть в вагон уходящего поезда. Подождите лишние неделю-две, когда вы доработаете фичу, и все будет хорошо. Очень редко возникают такие ситуации, когда вот прям совсем вы закоммитились, и вот прям сейчас нужно. Плюс, если вы сможете лучше планировать, когда выходят ваши релизы, у вас не будет возникать проблем с тем, что вы, например, закоммитились на какую-то рекламную кампанию и дико не успеваете. Скорее всего, вы уже где-то за релиз 2 до вот этой релизной кампании рекламной, прошу прощения, вы уже где-то под экспериментом раскатите вашу фичу, посмотрите, как она ведет себя, насколько стабильно или нет, как вот те пользователи, которые ее получили, реагируют, и дальше раскатите на всех и красиво об этом объявите. Второе, но не менее важное, это работа в мини-командах. Так мы в браузере называем фичи-тимы, о которых рассказывал Рома. Важно, что вот эти люди, они с головой погружены в свою фичу, они ее любят всей душой, и в данных командах всегда есть синергия. То есть весь вот этот суммарный вклад людей, он не 1 плюс 1 плюс 1, вот эти 3 человека равно 3, а равно 5, например. Потому что это нечто большее. И всегда эти люди генерируют крутую обратную связь. Для менеджеров, например. Менеджеры обычно пишут ТЗ, но не всегда могут учесть абсолютно все варианты. Разработчики им помогают, но тоже не всегда могут учесть. А когда появляется живое приложение, сразу возникает множество идей, в том числе от разработки. Какие вещи можно упростить, удешевить? Какие вещи в принципе не заработают на платформе, просто потому что на платформе работает какое-то другое правило. Но пользователи так не делают. Вы, как разработчики, скорее всего, это очень хорошо знаете и можете донести. Что же такое зеленый мастер, спросите вы? А я вам скажу, что это не более чем стабильная ветка, в которой вы разрабатываете. Мастер — это наша основная ветка. У вас это может быть, например, DEV, DEVELOP. Если вы будете содержать ее в частоте, то у вас не будет проблем, что вы не можете закомитить код просто потому что не проходят тесты. Что тестировщики, когда проверяют ваши изменения, говорят, что ничего не работает, а на самом деле сломали не вы, а кто-то до вас. И ватт всегда будет очень простой цикл стабилизации, то есть когда вам нужно выпустить релиз. У вас просто не будет такого количества багов, которые было бы сложно починить. Я приведу маленький пример. Когда мы жили в браузере вместе со всеми другими платформами в одной и той же ветке, у нас получалось сильно много. Все туда коммитили, код в какой-то момент становился нестабильным, долго вливалось. Сейчас покажу на картинке примерно, как это происходило для нас, для iOS. Вот у нас есть ветка. Мастер. Вот мы желтым кружком влили туда какие-то изменения, которые попадут в новую фичу. Дальше мы нашли баг. Сделали фикс. Опять влили новые изменения. И решили, что пора. Пора релизиться, начинать стабилизацию, и отводим ветку, называется 17.11.0. Теперь, когда мы вливаем новые изменения по фичам, мы уже не влюем их в эту релизную ветку, а делаем для следующих релизов. Но при этом те баги, которые мы нашли в ветке 17.11.0, мы должны исправить как в ней, так и во всех последующих. Поэтому мы вливаем мастер и вливаем в эту релизную ветку. А потом оказывается, что мы чуть-чуть не успели, и уже пора отводить следующую релизную ветку и стабилизировать их параллельно. Да, через пару дней вот эта 17.11.0 пойдет в стор. Да, там следующая релизная еще не скоро, но вот этот цикл все равно должен поддерживаться. Так вот, в этот момент все становится только хуже. Вот эти же фиксы должны попадать уже в две релизные ветки, и за этим должен кто-то следить. То есть, ну, можете себе представить, что так вы решали много задач, у вас болела голова о том, как решить проблему в коде, например, а теперь болит голова, как не забыть сделать все черепики. Довольно глупо. Вот у нас даже были специально обученные менеджеры, которые смотрели за нами разработчиками, чтобы мы не забыли. Ха-ха. И мы как-то научились этим жить и, в принципе, делали качественный продукт, но с одной вещью было ужиться крайне тяжело. То есть, в какой-то момент, когда кажется, что, ну, куда уж неудобнее, приходят они, те самые парни из большого браузера, которые говорят, «Ребята, а у нас тут новое ядро, нам надо подмержить новый Chromium, и вы пару деньков посидите, пожалуйста, без мастера». Ну, и мы говорили им спасибо. И, в общем-то, сидели без мастера. То есть, если нам надо было срочно выпускать релиз, мы какие-то изменения начинали делать, прямо минуя мастер в этой релизной ветке, а потом надо было не забыть их добить обратно мастера и так далее и тому подобное. Дальше она открывается, и все радостно, все те десятки и сотни pull-requests, которые ждали этого, пытаются влиться. Но не всегда получается, потому что возникает куча конфликтов, куча проблем с тестами и так далее. Ну, в общем, жизнь была сложна. И в какой-то момент мы решили, что хватит это терпеть, в общем-то, пора что-то делать. Ребята из Android сделали свой подход. У нас получилось немножечко иначе. Что было у них? Они сделали отдельно ту часть, которая касается ядра, которая собирается в виде бинарного файла и доставляется к платформенной. А платформенная часть живет в совершенно обособленном репозитории, и там только Java, счастье для Android-разработчиков, потому что можно, наконец, использовать нативный инструментарий, нормальный, не хромиумный. Можно пользоваться какими-то другими средствами, к которым все привыкли, а мы были этого лишены. Единственная проблема — это было дорого. То есть, когда мы в iOS смотрели на то, как ребята полгода внедряют этот проект, мы им завидовали в той части, которую они получили, но мы знали, что мы не можем себе позволить вот это реализовать. Просто у нас не хватит ни сил, ни, в общем-то, совести, чтобы сказать всем нашим пользователям, что, ребят, вы тут полгода подождите, у нас не будет новых фич, потому что мы делаем там свой репозиторий. И мы сделали отдельную ветку, в которую можем коммитить только мы, iOS-разработчики. Называется Master iOS. Эта ветка синхронизируется с мастером для того, чтобы подлитие ядра были безболезненными. И когда те самые ребята закрывают свой мастер и пишут письма счастья, мы говорим, ха-ха, у нас он не закрывается. Вот. Ну, на самом деле закрывается, но буквально на пару часов. Сравните с пару дней, там, под этим сроком. Следующая тема. Это АБ-тестирование. Мы в браузере называем это экспериментами. Так что вы можете теперь говорить, что браузер проводит эксперименты над людьми. Вот. Старайтесь, чтобы ваши АБ-тесты были как можно короче, как можно проще. Длинный АБ-тест никому не приносит пользы. То есть это много веток кода, которые надо учесть. Это много веток, опять-таки, которые надо протестировать. Чем они короче, тем лучше. Мы обычно стараемся, чтобы это был, по сути, флажок. Если мы понимаем, что фича полетела неплохо, но, в общем-то, появился какой-то злобный крэш, мы вполне можем ее закатить обратно, исправить этот крэш, и со следующим релизом уже покатить на пользователей, которые будут полностью счастливы. И важно, чтобы у вас были хорошие инструменты. Я не говорю там, что пользуетесь только нашей метрикой. Я просто говорю, что выбирайте те инструменты, которые помогут дать вам ответы. Не просто получить кучу данных, на основе которых вы потом не сможете сделать правильный выбор, а реально те данные, на основе которых сможете решить. Ага, пользователю больше нравится синяя флажка, а не красная. Ну и на злобу дня общий код. Альфред еще расскажет поподробнее про Алису. Я просто скажу, что когда мы делали именно эту библиотеку, мы пошли немножко новым для нас путем, постаравшись максимально, скажем, удобным сделать этот процесс для приложения хоста. Потому что все или почти все наши попытки до этого оборачивались тем, что библиотека начинала диктовать свои условия тому приложению, в которое встраивается. И когда таких библиотек становилось много, было тяжело. Вот здесь, по сути, выносятся абстракции. И, например, если браузер хочет в метрику отправлять какие-то данные об ошибках, он отправляет. Если приложение Яндекс не хочет их отправлять, не надо заставлять. Оно делает свою реализацию и ничего не отправляет. И все счастливы. И очень важно, что помогают внедрение вот этих библиотек те самые люди, которые их писали. Извините. Простой пример. Я просто вспомнил, как это было. Так вот, когда мы внедряли библиотеку Спичкит, все довольно долгое время шло хорошо. Пока не оказалось, что вышло обновление с рефакторингом, и мы подвязались на самом деле на какие-то особенности не задокументированные и изначально не предусмотренные для того, чтобы мы на них подвязались. Если бы нам помогали во внедрении те самые люди, которые лучше всего про эту библиотеку знают, в общем-то этой проблемы не должно было бы возникнуть. И здесь мы постарались так и сделать. То есть участвовали как люди из проекта, например, браузера или приложения Яндекс, так и те, кто в библиотеку писали. Ну что же. Смотрим. Если брать браузер, то у нас были проблемы, и у нас была какая-то тактика. Мы их, в общем-то, героически победили. У нас релизный цикл стал вместо шести недель две недели, и все эти проблемы с мастером, тестами и так далее, они ушли. Если брать в приложении Яндекс, то сейчас у ребят комфортный релизный цикл раз в месяц. Есть планы, как его уменьшать. И есть набор своих достижений, из которых я хотел бы выделить особенно одно. Они подняли флаг, сказали, нет ферпати компонентам, нет чужому коду в нашем приложении. То есть мы будем писать все самостоятельно и сами будем контролировать весь тот код, который у нас. Те поды, которые есть в приложении Яндекс, это все внутри Яндексовые, которые известно, кто писал, известно, кому идти, известно, как их справлять. В качестве бонуса маленькая история о том, что когда вы небольшая команда, вы очень просто можете собраться где-то локально, провести тимбилдинг или совместить приятное с полезным. В этом году мы командой Яндекс.Браузера отправились в Казань в Иннополисе для того, чтобы героически побеждать баги. То есть мы сидели и чуть больше недели исправляли те накопившиеся долги перед нашими пользователями, чтобы сделать приложение лучше. Как итог. Давайте посмотрим. Здесь есть набор некоторых рецептов, которые в свое время помогли нам, и мы успешно продолжаем использовать в нашей работе. Но я надеюсь, помогут и вам сделать ваше приложение лучше. Потому что, если вы будете их придерживать, то те ценности, о которых мы говорим, они будут всегда процветать. А это счастье пользователя и счастье разработчика. Спасибо. Напомню, что Яндекс.Браузер первый альтернативный браузер в России. Номер один в утилитах. Спасибо, Саша. И спасибо, команда. Это огромное достижение. И теперь вы знаете, как это происходит. Теперь у нас есть те самые 5-10 минут вопросов. Процедура такая же. Поднимаем руки, дожидаемся своей очереди и обязательно поднимаемся. Вот человек в третьем ряду. Привет, спасибо за доклад. И у меня вопрос такой по поводу внешних библиотек. Вот вы сказали, что удобно их писать самому, потому что вы можете подойти к этому человеку, посмотреть. А в чем проблема в open-source проекте? Посмотреть, разобраться, сделать pull request и поддержать комьюнити и все такое. То есть вы говорите плюсы маленькой команды в том, что вы не плодите код, но в конце вы говорите о том, что вы не используете внешние библиотеки и плодите код. Вот вопрос. Это немножко ортогональные, на мой взгляд, проблемы. Если брать, например, именно third-party, то это решение приложения Яндекс, вот отдельно разбираемое, например, оно позволяет избавиться от таких проблем, когда вы уже сделали pull request, вы уже сделали свой форк и вроде как хотите переехать с форка обратно на основную библиотеку, а ваш pull request никто не ревьюет. Ну, например, автор этой библиотеки где-то в отпуске или он нашел новую работу, ему некогда заниматься. И если вы думаете, что это редкость, то я скажу, что я уже не один раз натыкался на такие ситуации. Ты можешь через полгода вдруг увидеть, что твой request наконец-то зааппрувили, а ты уже думал, что в общем-то про это все забыли. Если брать ситуацию в целом по Яндексу, то могут быть разные подходы. И, например, в браузере, поскольку мы базируемся на вот этом open-source ядре Chromium, у нас подход такой, что мы обстримим часть изменений, которые пригодятся не только нам, но и всему комьюнити. Тут всегда надо понимать, что мы выиграем, что мы теряем. Но завязавшись на какую-то библиотеку, надо иметь в виду, что рано или поздно это может быть болью. То есть завязавшись на Chromium, мы, конечно же, не планируем от него избавляться. Но имея какую-то мелкую библиотеку для UI на части и имея возможность написать ее самостоятельно, вы измеряете риски потерять контроль над кодом и потерять время, когда вы пишете свои велосипеды. Благодарю за доклад. У меня, наверное, будет два вопроса. Есть такая информация, что число Android-разработчиков браузером около 30 человек. А iOS разрабатывает 10 человек. Чем обусловлена такая разница? И также второй вопрос. Мы просто лучше. И второй вопрос. Также я слышал, что в Android-браузере, в Яндекс-браузере, для ленты Zen используется React Native. Используете ли вы также React Native? Если да, то, возможно, в двух словах могли бы про опыт рассказать. Спасибо большое. Мы потом с вами поговорим в перерыве, потому что React Native мы еще не используем даже. Это были секретные планы. Эксперимент. Если серьезно, то разница обусловлена тем, что Android-платформа в принципе популярнее в России, и там нет такого сильного браузера из коробки. То есть там практически все сильные игроки — это альтернативные браузеры. И логично стараться в первую очередь наращивать долю там. На iOS это сделать просто на порядок сложнее, потому что есть браузер Safari. Многие вообще не знают, используете ли, что можно ставить какие-то другие приложения, что есть какой-то App Store. Ну, серьезно. Есть те, которым это в принципе не надо, потому что Safari так или иначе имеет большинство необходимых функций для того, чтобы спокойно жить. Что касается React Native, я говорю, что можем чуть попозже просто обсудить в деталях. Спасибо. Следующий вопрос был в пятом ряду. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос по поводу системы коммитов. Почему вы не выбрали GitFlow, например, и как у вас релизы в итоге хранятся? Я так понял, что сейчас каждый релиз в отдельной ветке, и если нужно к нему откатиться, то вы идете на эту ветку. Совершенно верно. Не выбрали GitFlow, я думаю, в первую очередь для того, чтобы соответствовать тому, как в Chromium принято. Я не присутствовал в процессе выбора, но думаю, что предпосылки были примерно такими. А релизы действительно отдельные ветки для каждого. Ну, то есть это ведет как раз к той проблеме с черепиками, которой бы не было. Сейчас у нас на текущей схеме, когда есть ветка мастер iOS, всегда только одна релизная ветка. И живет она обычно что-то около недели, при этом про запас. То есть по факту там стабилизируем мы ее 2-3 дня. Дальше все отправляется в store, и про запас это имеет в виду, что если надо будет доход фиксить что-то. Спасибо. И пара рук в конце. Так, спасибо за презентацию. Меня зовут Никита, я из компании Trinity Digital. Чуть-чуть погромче, пожалуйста. Спасибо за презентацию. Меня зовут Никита, я из компании Trinity Digital. И вот долгое время работал с архитектурой там MVC, MVFBM. И недавно напоролся на Viper. Это вот туда. Вот у меня вопрос, какие архитектуры топ-3 вы предпочитаете? И что вы лично думаете про архитектуру Viper? На самом деле это очень дискуссионный вопрос. Я боюсь, что у нас просто не хватит сейчас времени его обсудить. Предлагаю два варианта. Первый, мы можем в куларах про это поподробнее говорить. А второй, у нас будет панельная дискуссия, где вот мы здесь будем сидеть на студиях перед вами и сможем как-то, не знаю, совместно поотвечать на этот и другие вопросы, которые вам интересны, но которые сложно, реально сложно ответить за пару минут. Спасибо. Спасибо за доклад. Меня зовут Никита. У меня такой вопрос. У вас есть какие-то правила по документации кода? Просто прозвучал пример по внедрению SpeechKit. И то, что вы завязались на те фичи, которые не должны были бы подвязаться. Связано ли это с тем, что плохо был задокументирован код? У нас основное правило, что мы его в принципе не документируем. То есть код должен быть самодокументированным, понятным изначально. Понятно, что не всегда это на 100% можно достичь. И в каких-то местах не мешало бы оставить комментарий. Ну, не просто, что этот параметр, который называется param1, это тот, куда надо передавать значение для param1. А вот реально описывающий, зачем же его придумали. Обычно такое понимание, что надо было бы сделать комментарий, приходит через пару лет, когда вы понимаете, что ничего не понятно. Эти библиотеки, они документируются во внешней системе, в нашей Вики. И, например, какие-то нюансы внедрения могут быть опущены. Просто подумаешь, что это и так очевидно, например. А какие-то, в принципе, не предусмотрены. Как ты опишешь в библиотеке, в ее документации, то, что ты даже не предусмотрел, что так можно было? Делать. Кудрявцев Алексея, Вита, привет. Спасибо за доклад. Привет. У меня два вопроса. Можно мне два вопроса в этот раз? Немножечко трех. Замечательно. Я уложусь. Первый. По поводу библиотечки. Опять-таки, то, что вы завязались и делаете какие-то обертки над своими же библиотеками. Как по мне, это достаточно странно. И, возможно, это плохо спроектированная IP. Почему бы там не улучшить что-то в самих библиотеках и не завязываться на то, что деприкейт, но там через два дня, нежели делать непонятные обертки. А можно поподробнее пример? Ну вот про спичкит. А, про спичкит. Тут… Я не помню на самом деле. Интересный вопрос. Мы ничего не оборачивали. То есть мы просто неправильно, не до конца правильно его внедрили, скажем так. Ну, окей. И второй вопрос. В начале доклада было несколько раз сказано про время билда и инструменты для улучшения этой ситуации. У вас как остро стоит эта проблема, особенно с переходом на Swift? И какие инструменты и методы вы вообще используете для того, чтобы ее улучшить? Один из инструментов, который нам очень помог, это Ccash. Но в первую очередь ускоряет плюсовую сборку, немножечко Objective-C. Что касается Swift, мы долгое время его не внедряли. Ну, на самом деле мы его внедрили практически сразу же, но получили большое падение скорости запуска и удалили его обратно. И только недавно мы ускорили свое приложение настолько, что смогли, в общем-то, жить с вот этими новыми дайлибами и тому подобным. И сейчас, по факту, большого количества кода на Swift у нас нет. И вот этих, соответственно, больших проблем со временем именно его компиляции тоже нет. Есть еще подходы с, например, распределенной сборкой. У нас даже внутренний инструмент есть, называется DistClank. Соответственно, вы часть кода можете собирать локально, а часть уже собранного будет прилетать вам по сети. И порой это даже быстрее, чем собирать локально, если сеть быстрая. Окей, спасибо. То есть для Swift особо инструментов у вас нет, так как его особо не используют? Пока что нет. Можно спросить у Ромы. У них все-таки все приложение на Swift. Окей, спасибо. Спасибо за вопрос. И у нас, если какой-нибудь маленький вопрос, последний. Давайте из онлайн. Из великого интернета. Да, раз вопросы кончились, вопросы за онлайна. Как вы поняли, какой код ядра вам нужен? По каким критериям отбирались компоненты ядра? Да. Ну, мы в основном смотрели по фичам. Нам нужна синхронизация в браузере? Нужна. Добавляем. Нам нужна история? Нужна. Добавляем. И так далее. То есть тут выбор достаточно простой. Плюс очень важно было, чтобы у нас был общий сетевой стэк. Не так, что в платформенной части свой, в ядерной части свой. Поэтому мы использовали хромиумы до поры до времени. Сейчас это не совсем так или совсем не так. Потому что VK WebView, как вы знаете, все-таки делает все свое сетевое взаимодействие в отдельном процессе. Единственный вариант, как можно это обходить, это иметь свой сетевой стэк немножко сбоку в виде network extension. То, что сейчас положено в основу новой реализации Turbo.